Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова. И как всегда мы обсуждаем самые актуальные темы. В Якутск сегодня прилетел королевский балет Грузии. Якутяне еще помнят выступление легендарного ансамбля о Руставе. Два года назад они были у нас. И тогда, мягко говоря, было много людей в культурном шоке. Вот и другой именитый ансамбль готов покорить сердца якутян. Чем, собственно, будут удивлять о национальных традициях, современных мотивах в искусстве, мы поговорим с руководителем королевского балета Грузии Сгелой Пацхишвили. Гамраджоба. Гамраджоба, добрый день. Как долетели? Какие первые впечатления у вас от Якутии? Ну, тур вообще сложный у нас по России. Ну, это очень большие переезды. Но мы смогли добраться до Якутии. Ну, впечатление вообще супер. Я даже не ожидал, что вот такой город, вот такая вот эта Якутия. Ну, просто у нас были другие впечатления, что где мы идем, что за эта Якутия. Но вот сейчас вообще все изменилось в том, что это супер, супер что-то, что-то супер в Якутии. Люди очень теплые, хорошие там, ну, все-таки пока мы очень довольны все. Скажите, пожалуйста, почему балет королевский? И чем отличается, значит, грузинский балет от классического? Это вы не первый, который дает вот этот вопрос. С первого я хочу начаться. Мы создали мой папа. Я знаю, что вы даете, будете дать вот этот вопрос. Мой папа в 1962 году. Он сам при государственной филармонии. Тогда мы объездили весь мир. Это было Метехи там и так далее. Потом я встретился с нашим католиком, с патриарком Грузии Лев II. И была идея вот такая, чтобы у нас же 19 веков были царственные семьи, которые управляли Грузию. И у нас история большая вот такая. И от него вышла вот эта идея, чтобы мы создали королевский национальный балет Грузии. Это было в 2009 году. И вот он сказал, что делайте так и сохраняйте вот эту имя, потому что это наша история. Вот. Слушайте, вы говорите, основал отец ваш, да, коллектив? А сам танцевал отец? Да, отец сам танцевал. Отец вообще объездил весь мир, весь земной шар. А по Россию он танцевал в сборной России. Вот когда собирали все танцеры из Украины, из Белоруссии, из Москвы. И там Игорь Саныч Моисеев делал тогда программу. И из четыре человека был мой отец, который танцевал вот в этом группе. Вот. И они объездили вообще весь мир. С Метехи тоже объездили весь мир. Я сам танцевал вот в ансамбле Метехи. А вот сейчас мы как-то... Это не классический балет у нас. Просто у нас есть направление. Вот такая классическая, не сугубо фольклорная. Это сценические танцы у нас, которые... Вы думы... Вы думки есть. От нас идет все это. И мы делаем постановки, мы думаем, как довести до публики. Вот это все. Есть. Потому что у нас есть школа еще, академия танца, где мы учим классический танец, характерный танец, грузийский танец, все мировые танцы. И вот после этого у нас получились все эти участники, которые заканчивали нашу академию танца. Взрывчатка какая-то, чтобы не должны танцевать только грузинские танцы. Мы должны делать что-то новое, что-то хорошее, чтобы не потерять старую. И как-то по современности, чтобы мы делали все это. Выступление ваше называется «Огонь Грузии». Да. Как и чем будете зажигать зрителя? Ну, это не в прямом смысле, что мы огонь возим, этого все знают. Ну, это грузинский огонь, огонь души, огонь нашей страны. Все говорят, что весь Кавказ танцует как-то зажигательно, но грузини танцуют особенно different, как это, ну, по-разному. Потому что грузинские танцы – это открытые, это страсть, любовь. И мы даем, ой, вот девочки там красивые вместе с мальчиком, мы же православные, да? А у нас дает наша вера, чтобы мы танцевали с девочками. И там есть очень скромные, интимные соединения, когда мужчина, женщина не подходит там и с руками не берет ничего. Но там есть вот такой любовь, вот такая огонь, что вот эта скромность грузийского народа, скромность любви, скромность. Вот это в теплой стране. У нас же есть вино, виноград, чурчхелла, хачапурь – все это любовь. Ну, значит, одно ясно, что в зале будет жарко. Естественно. Расскажите, пожалуйста. Не только сегодня, вот весь тур, уже последние 10 лет, 20-30 минут стоят зрители, хлопают, хлопают, ногам и там стучают. Ну, огонь. Вот потом они все говорят, вот это была какая-то, мы ни разу не смотрели вот такую программу. Ну, посмотрим сегодня, наверное, будет и те же самые. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее о вашем коллективе. Сколько человек в нем? Значит, гастрольная труппа сейчас у нас 32 человека, 32 человека будут танцеваться на сцене. А еще у нас в основном самокомпания – это 65 человек, которые остались даже, хорошие танцеры еще в Грузии. Ну, в этом туре мы 32 человека даем взрыв, огонь и страсть. Сколько женщин, сколько мужчин? Значит, 12 женщин, как я помню, и остальные все мужчины. Сабли, кинжалы. Сабли, кинжали. Красивый костюм. Танец палцем на палцах, танец коленях, да. Мы, кстати, о костюмах, мы меняем 300 разных костюмов, ну, в одном танце один костюм там. И вот у нас есть багаж 300 костюмов мы возим вот сейчас, ну, наверное, будет большая красота. Наверное, тяжелый груз. Ну, тяжелый груз, да. По килограммам. Все, этот, самолет, все говорят, вот у вас перегрузка, перегрузка. А мы говорим, что нам делать? Ну, мы танцуем для вас. Надо удивлять людей, да, радовать. Гела, такой вопрос. Где в Грузии выступаете? И по каким городам России или за пределами ее выступаете еще? В Грузии мы везде выступаем, в Тбилиси, во всех уголках Грузии. А по России мы выступали, начали, вот сейчас, 15 лет спустя мы не были в Россию. Вот когда мне сказали, что вы будете гастролировать в Россию, я сразу сказал, да, почему же нет? Потому что мы должны отеплять друг друга. Не надо вмешиваться в политику. Политики, они сами разберутся, мы люди, люди, которые любят друг друга. И нельзя отказываться, потому что некоторые ансамбли там отказались, что мы не будем гастролироваться. А я никогда не отказываюсь в том, что это, знаете, что это не политика, это дружба народов. И вот так мы появились в Россию. Начали с Екатеринбурга, потом Новосибирь, Сибирь, во все Сибирь, потом в Дальнем Востоке мы были, мы были на Камчатке, а из Камчатки мы прилетели вот здесь. Скажите, а кто, по-вашему, ваш зритель? Это должны быть умудренные опытом люди или молодые люди? Знаете, вот сейчас в Западе уже ходят молодые люди, потому что мы уже часто гастролируем там. Здесь я смотрю, что и молодые люди ходили на концерте, и те люди, которые знают грузинские танцы. И у которых есть ностальгия вот в этом, и они тоже. Ну, в основном я не могу разделить так, что кто может смотреть эта программа, эти танцы, должны смотреть все. Как дети, подростки, там, тинейджеры, там, и после 30, и так далее. Насколько, по-вашему, сегодняшний зритель готов воспринимать национальную культуру вот на сцене? Есть, знаете, что, если они не готовы в этом, мы сами разберемся с этим, и они будут просто вокруг нас сидеть. И это будет вот последний момент, они все почувствуют, что вот, дай Бог, что мы попали здесь. Спасибо Богу, и спасибо всем, спасибо всем организаторам, которые организовали наш тур. Это шикарно, потому что без этого ничего не получится вообще. Да, конечно. Скажите, а сколько постановок у вашего коллектива, и как много времени занимает подготовка одного спектакля? Значит, сейчас у нас два отделения, 47 минут идет первое отделение, это сугубо классические грузинские танцы, там, танец с саблями, танец с коленами, там, ну, есть все это, горские танцы идет. Второе отделение у нас есть Рафсодия Тпилиси, это старое Тпилиси, в старом Тпилиси мы начинаем там. И там тоже сугубо классическое новое направление. Ну, первое отделение постановки Гелодия Аполлоновича Пуцкишвили, отец, который стал, и я всегда вожу его постановки, потому что это традиция, это нельзя потерять его. А в первом отделении еще есть мои постановки, и вся программа, которую я сам делал, разделил, и делал по кускам, потом все вместе, вот это уже делал я, и я подумал, как делать связки там, ну, где-то 21 танец, 21 танца мы будем танцевать. Где-то, и еще будет сюрприз после концерта. Все думают, когда я захожу в поклон, все стоят, хлопают, и некоторые, я смотрю в зале, что они чуть хотят, что уйти, потому что толпа народов потом, чтобы они вышли из зала, и они уже теряют очень много. А сегодня, если будет хорошая-хорошая публика, мы будем делать сюрприз. Ну, это сюрприз будет вот там. 20 секунд остается. Одним словом, скажите, в чем заключается секрет вашего коллектива? Потому что, судя по отзывам, у вас всегда аншлаг. Ну, я всем говорю, что это магия. Это магия. Да. Вот на такой магической ноте я поблагодарю вас за этот эфир. Спасибо вам. А нашим зрителям, я напоминаю, у нас в гостях был руководитель Королевского национального балета Грузии Елопутс Хишвили. Оставайтесь на нашем канале, мы всегда обсудим все самое важное, все самое актуальное. Будьте с нами на Якутия 24. Субтитры подогнал «Симон»